Меня звать Энвер. Отца звали Ситумер Оглы называется. Сын Ситумера. Я на пенсии. В прошлом учитель истории, географии. Сейчас по хозяйству занимаюсь. Вы родом из Бахчисарая? Мои предки, моя мать, отец, дед, прадед родились здесь, в Бахчисарае. А сам я родился в местах ссылки в Узбекистане, под Самаркандом. А в 89-м году, а точнее уже полностью, в 1991-м году, вот вернулись на родину предков. Здесь закрепились. По воле Всевышнего, Создателя, живем пока. И думаем, что здесь, как наши предки когда-то оставляли свой прах, и мы тоже, наверное, здесь останемся, надеясь. А наши дети пойдут. Родина, конечно, наша Крым. Так как крымские татары другой родины не имеют. Ну вот на вашей родине, родине с марта этого года, изменения, вообще политических. Ну мы как мусульмане, как мусульмане, это покорные Всевышнему Создателю люди. Так же, как и христиане, я думаю, и иудеи признаются, что есть над нами тот, который создал все окружающее. И вот. Мы полагаемся на Всевышнего. Потому что и добро, и зло от Всевышнего. Поэтому говорить, что радуются ура-ура, и завтра может обернуться по воле Всевышнего, все мы, и президенты, и политики, все мы под ним ходим. Поэтому говорить, что все хорошо, потому что у нас старики говорили, не радуются тому, что все есть. Потому что это жизнь для нас в этом мире испытания. Политики, они делают свои дела, а заложниками становятся простые люди. Скажите, для татарской общины есть ли какие-то изменения в последние месяцы? Ну, если изменения положительные считать, конечно, мы 23 года жили, вернулись мы на родину. Ну так, по воле Аллаха, тогда Украина, Крым уже был в составе Украины. После распада СССР оказался полностью. Поэтому мы, если бы даже Крым находился в составе Южной Африки, мы все равно в Крым бы вернулись. Потому что у нас не спрашивали, когда наш народ выселяли наших родителей, и когда возвращались, хотите вы вернуться, у нас никто не спрашивал. Мы поняли, что демократия, перестройка идет, что она для всех советских людей. И мы вернулись, когда Советский Союз был, ну вот 90 июля вернулись, а в августе, через некоторое время, 24 числа, вот Украина стала независимой, независимой. Так случилось. И вот то, что произошло сейчас, Россия прошла. Ну, по крайней мере, заявление государства, правительства российского в отношении Крым с татар. Ну, то, что пока говорят, как будто бы вот, ну, пенсию мы получаем сейчас продолжается, даже чуть-чуть больше, но зато цены растут. Вот. Но не мы одни. Это для всех, не только татар касается, всех жителей Крыма и России в том числе. Я не думаю, что в России все так хорошо живут. Правильно? Это Москва, Петербург, это не показатель. Поэтому будем надеяться на лучшее. Поэтому у нас говорят, у нас, когда две лошади пинаются, тот, кто посередине, если будет лезть, получится с двух сторон. Вы меня поняли? Поэтому мы, как бы, наш народ, потому что за 230 с лишним лет перенес очень много невзгод из когда-то в Крыму. В нашей памяти, нашей народу существует, значит, память, что когда-то государственно образующий народ был, и крымские татары сформировались как народ именно здесь. И если посмотреть на антропологический типаж крымского татаря, здесь можно увидеть типаж и Остгота, потому что готы жили когда-то в Крыму, и античного грека, и тавра, и скифа, и, может, славян, и кипчаков, полоцев, и многих. Поэтому наш народ, он сформировался в таких условиях, когда вот это все пересеклось, он стал народом со своим менталитетом, со своим определенным иммунитетом, который выработался в нем. Поэтому мы, наверное, самый толерантный народ. Крымские мусульмане, крымские татары, скажем. Самый такой толерантный народ. Он воспринимает все как есть, и в то же время проявляет очень большое терпение. Потому что Создатель Господь Всевышний, Он не любит тех, кто ропщет на судьбу. Мы говорим все и хорошо, и добро, и зло от Него. Поэтому в чем благо от добра, мы не знаем, и в чем, может быть, чем закончится зло, которое мы считаем. Потому что в этом может быть для нас благо тоже. Поэтому мы сегодня говорим, что в Украине нам лучше было, в России хуже, время покажется. Да, в Украине, может быть, чуть свободнее, может быть, в России законы немножко другие. Но в этом тоже, может быть, благо есть. Получимся следить за языком. Может быть, я так говорю. Потому что там ругали и президента, и всех четырех президентов. А вообще, конечно, правители, они же выбираются народом. Народ выбрал, как потом можно ругающему президенту подчиняться? То есть, потому что какие-то даже границы должны быть, моральные рамки должны быть разные.